Вид единоборства, который закаляет спортивный дух. На стадионе «Торпедо» прошло первенство городского округа Люберцы по масс-рестлингу. Свои силы попробовали юноши и девушки, которые занимаются различными видами спорта. За поединками наблюдал наш корреспондент. Масс-рестлинг – единоборство, которое зародилось в Якутии. В 2003 году вошел во всероссийский реестр видов спорта. Суть заключается в том, что надо буквально вырвать палку из рук соперника. И это лишь на первый взгляд кажется проще простого. Михаилу Тимонову победа в первом туре далась нелегко. Сначала была ничья, а потом 2-1. В его пользу. Я занимаюсь в основном самбо. Нас позвали на соревнования по масс-рестлингу. Но мы подумали, почему бы не приехать. Вот и приехали поучаствовать. Очень тяжело напрягаются все мышцы, особенно грудные и поясница. Перед началом соревнований участники прошли разминку и подробный инструктаж. Многие спортсмены участвуют в подобном турнире впервые. Независимо от результата, для каждого из них это полезный опыт. Самое сложное – не перевалиться на другую сторону, держаться на месте. Я хотела бы выиграть, все хотели бы выиграть, конечно. Ну, школу не подставить. Если меня позвали в соревнования, значит, на меня надеются. Первенство по масс-рестлингу проходит в городском округе уже во второй раз. Впервые подобные соревнования состоялись в 2019 году в Октябрьском. С тех пор на территории округа регулярно проходят чемпионаты мероприятий, которые популяризируют этот вид спорта. Это больше прикладной вид спорта. Даже занятия в тренажерном зале на тренажерах уже способствуют силовым показателям и мастерству. Даже, допустим, человек, который сам занимается, он спокойно может выступить в масс-рестлинге. В календарный план соревнования постоянно вносятся, постоянно мы их проводим. Постоянно выявляем сильнейших, ну и с ними уже стараемся работать. Сильнейших спортсменов, которых выявят на этом первенстве, отправят в ноябре на областные соревнования. Удачное выступление на региональном уровне даст путевку на всероссийский турнир. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.